Последняя возможность спастись пациенты с заболеванием щитовидной железы добиваются возврата зарубежного лекарства. 4 декабря 2019 года, 14.4. Анна Семенова. В Россию может вернуться необходимое тысячам людей лекарство, исчезнувшее из аптек 6 лет назад. Гормональные препараты иностранного производства, содержащие Т3, лиотиронин, требуются пациентам с гипотириозом, нарушением работы щитовидной железы. В 2011 году они были исключены из списка лекарств для льготников, а с 2013 перестали продаваться в России. Взамен больным предложили терапию препаратами, содержащими другой гормон, но для значительной части людей они оказались неэффективным. Спустя годы обращения и пикетов пациенты добились, чтобы Минздрав и Минпромтург предложили иностранным фармкомпаниям вернуться на отечественный рынок, а также начали переговоры о создании производства Т3 на российских площадках. Неравноценная замена. Гипотириоз. Нарушение функции щитовидной железы, при котором снижается выработка гормонов тироксина, Т4, и триотиронина, Т3. Гормоны отвечают за рост и развитие организма, частоту и силу сердечных сокращений, уровень двигательной и мыслительной активности, температуру тела, усвоение глюкозы и образование жира. Соответственно, при нарушении их синтеза у пациента отмечаются такие симптомы, как вялость, медлительность, быстрая утомляемость, сонливость, ухудшение памяти. Многие жалуются на сниженный аппетит и при этом быстрый набор веса, ломкие ногти и выпадающие волосы, сухую кожу, частые отеки, проблемы с печенью, суставами, желудочно-кишечным трактом. Также по теме. Нам перекрывают кислород. В России родители детей с муковисцидозом жалуются на отсутствие жизненно важных лекарств. В Москве, Санкт-Петербурге и Казани прошли одиночные пикеты родителей детей, больных муковисцидозом. Пациенты столкнулись с нехваткой. В России гипотиреоз встречается, по приблизительным данным, у каждой девятнадцатой женщины и каждого двадцать первого мужчины, на тысячу человек населения. В 2011 году подходящий для страдающих этим заболеванием препарат на основе Т3, международное непатентованное название лиотиронин, был исключен из базового перечня льготных лекарств. Как пояснили АТИ, в Минздраве и РФ, это было связано с окончанием государственной регистрации средства. По информации ведомства, она либо истекла, либо была аннулирована по заявлению производителя с 2010 по 2013 год. В 2013 году ведомство со ссылкой на одного из производителей, Berlin Chemiac, Minorini Group, также заявляло, что лекарства сняты с производства в Германии и не будут поставляться в Россию. Сообщалось, что на этот шаг компания пошла по финансовым соображениям и в связи со слишком маленьким спросом. В результате всего этого препараты с Т3 полностью исчезли из аптек. Кроме того, спустя два года вступил в силу запрет на ввоз незарегистрированных в РФ лекарств не для личных нужд. Пациентам стали назначать лекарства на основе Т4, международное непатентованное название левотироксин, которые, по разным оценкам, не влияют на состояние от 10 до 40% людей с гипотириозом. Анализы крови после такой терапии приходят в норму, но пациенты по-прежнему плохо себя чувствуют. По оценкам Минпромторга, общий объем продаж препаратов группы гормонно-щитовидной железы в 2018 году составил 1,32 млрд. рублей и 10,93 млн. упаковок. В. А. Полугодие 2019 года – 707,7 млн. рублей и 5,78 млн. упаковок. При этом основной объем продаж – более 99%, сейчас приходится на Т4. Туман в голове. Основная проблема у больных гипотириозом – затуманенное восприятие происходящего, рассказывает жительница Санкт-Петербурга Юлия Макарова. Более 20 лет она проходила терапию только Т4, в итоге у меня стало настолько плохо с этим туманом в голове, что я, выходя из квартиры, писала на бумажке, еду к доктору, адрес, где выйти из метро, по какой улице идти, какой автобус мне подходит, хотя могла ездить на нем последние пять лет. Походы к врачам, по словам Юлии, чаще всего оканчивались безрезультатно. Приходишь к эндокринологу, говоришь, что выпадают волосы. Врач молчит, улыбается, кивает, выписывает Т4 и отправляет лысеть дальше. Иду с жалобами к стоматологу. Ответ – а чего вы хотите? У вас гипотириоз. Иду к гинекологу. Так у вас же гипотириоз. Он тянет за собой все женские гормоны. Окулист – то же самое. Болезнь разрушает сетчатку. Те же ответы у гастроэнтеролога, хирурга, дерматолога, перечисляет она. Ольга Иофи из Москвы столкнулась с первыми симптомами гипотириоза 10 лет назад. С каждым годом ей становилось все хуже. Пропал сон. Начались проблемы с нервной системой, желудком. Начали болеть суставы. Появилась одышка. Я забывала названия предметов и вещей. Голова плохо соображала. Порой стояла на кухне и не могла понять, как нужно порезать овощи в суп или чем нужно вытереть эти мокрые штуки на столе. Я буквально не могла вспомнить слово «капля». Это было ужасно. Мне 34-го года, а я словно заболела болезнью Альцгеймера, рассказала она. А.Т. Прием Т4 к существенному улучшению самочувствия не привел. Тогда Ольга начала комбинированную терапию. Уже через месяц москвичка словно ожила. Больше всего она боится, что не сможет найти новую упаковку Т3. И тогда мне снова придется вернуться в то состояние овоща, в котором я была. Я превращусь в инвалида и не смогу работать, будучи совсем молодой. Сейчас Ольга ищет препарат у тех, кто привозит его для личных нужд из-за рубежа и готов поделиться излишком. Он не входит в список психотропных веществ, но препятствий к его получению все равно немало. Если приобретать его в Европе самостоятельно, то необходимо потратить деньги на визит к местному врачу, который выпишет рецепт, говорит она, визит к врачу может стоить от 200. К этому нужно прибавить расходы на проезд, проживание, визу. Да и сам препарат стоит около 35. Получается, мне нужно потратить не меньше 700, чтобы получить необходимое лекарство. Москвичка боится заказывать лекарства через службу доставки или почту в связи с недавними арестами женщин в похожей ситуации. Конечно, Т-3 не является незаконным лекарством, но все же смущает агрессивность исполнительных органов в отношении просто несчастных людей, которые ищут последнюю возможность спасти себя и своих близких от мучений. О высоких рисках при заказе препарата говорит и жительница города Акурача, Белгородская область, Наталья Душина. Если до исчезновения Т-3 из российских аптек она покупала его по 150 рублей и этого хватало на полгода, то теперь затраты составляют 1,5 тысячи рублей за трехмесячный запас. Для человека, живущего только на пенсию по инвалидности, это огромные расходы, но выбора у Натальи нет. На неделю я осталась без таблеток Т-3 и никому такого не пожелаю. Теперь я заказываю этот препарат, где только можно, у перекупщиков, на сайтах качков, рискуя нарваться на мошенников или подделку, лишь бы снова не остаться без таблеток, рассказала она. А.Т. Экстренные точечные меры сейчас решения о производстве и поставках препаратов в аптеке принимают исключительно фармкомпании. От них же, по российским законам, должна исходить инициатива по регистрации лекарства на территории РФ. Пациенты с гипотириозом засыпали профильные ведомства обращениями, устраивали регулярные пикеты за возврат препарата. Спустя шесть лет после исчезновения последнего лекарства с Т-3 из аптек их усилия могут увенчаться успехом. Также по теме. Огромный шаг вперед, Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей в Россию и разрешили ввозить незарегистрированные лекарства для тяжелобольных детей, покупка которых ранее становилась поводом для. После обращения инициативной группы в администрацию президента Минздрав направила обращение компаниям, производителям лекарственных препаратов с международными непатентованными наименованиями, МНН, Левотироксин Натрия плюс Лиатиронин, Левотироксин Натрия плюс Лиатиронин плюс Калиадид и Лиатиронин с просьбой рассмотреть возможность осуществления государственной регистрации указанных лекарственных препаратов в целях повышения их доступности в Российской Федерации. Кроме того, лекарства на основе Т3 могут начать делать и на российских площадках, сообщили. В Минпромторге, отечественным производителем АО «Фармосинтез» реализуется крупный инвестиционный проект по организации на территории Российской Федерации производства гормональных лекарственных препаратов. По предварительной информации, компания готова рассмотреть возможность, с учетом экономической целесообразности, производства в том числе лекарственного препарата, соответствующего МНН-лятиронин. Это не единственный случай, когда профильное ведомство прекращает перекладывать ответственность на производителей и, зачастую под общественным давлением, само инициирует диалог о возврате препаратов на рынок, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Другое дело, что при нормальной системе лекарственного обеспечения такой ситуации просто не возникло бы. Сейчас Мездрав вынужден принимать точечные экстренные меры, чтобы исправить свои же ошибки. Система регулирования лекарственного рынка рушится у нас с вами на глазах, и примеры преднизолона или фрезиума тому доказательства, пояснил RT-эксперт.